Ценность тренинга, по мнению организаторов, заключается в акценте на практику. Представители власти учатся взаимодействовать. Вот и сегодня мэров сгруппировали в пять команд и поставили задачу в течение двух часов разработать, а затем публично защитить проект, связанный с реальной жизнью муниципалитетов. Школа мэров проводит поручения губернатора во многом в связи с тем, что указ президента номер 204, который утверждает национальные цели и национальные проекты, по которым будет Россия и, безусловно, Сорловская область развиваться в ближайшее время, ориентированы на то, что эти цели и задачи будут достигаться именно в проектном формате. Соответственно, планирование национальных проектов, федеральных и региональных проектов идет именно в проектном формате. Это определенная форма документов, определенная форма планирования, определенная форма исполнения мероприятия. Поэтому, безусловно, главы муниципалитетов, на которых ложится очень большая ответственность в части достижения тех показателей, которые установлены указами президента, они, безусловно, должны понимать, знать и уметь реализовать задачи в этом формате. Как подчеркнул заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий, специалисты департамента помогают главам в соответствии с их задачами формировать команды и офисы, которые будут достигать стратегических целей конкретного муниципалитета. В работе школы мэров приняли участие 26 глав муниципалитетов области, таких как Верхотурья, Кушва, Бесерт, Ревда, Каменск-Уральский. С точки зрения проектного управления, в любом случае, новый тренер, новый лектор, новый формат. Это первое. И то, что сегодня Оксана делается на практику, это тоже плюс. А если говорить о муниципалитетах, ну, сегодня на проектное управление переводятся все органы государственной власти, начиная от федеральной, региональной и муниципальной. И, наверное, тут главное всем в этой цепочке понять, как мы будем взаимодействовать. В первую очередь, в том числе и при реализации федеральных, государственных, то есть региональных и муниципальных программ. Преподаватель научно-образовательного центра проектного менеджмента Российской академии народного хозяйства Андрей Кувшинов, который вел деловую игру, привел главам в пример японский подход к разработке проектов. По мнению японцев, любой проект, будь то строительство котельной, школы, стадиона, в конечном счете, должен стать ценностью для людей. Глава города должен понимать разницу между результатом проекта и его эффективностью, придерживаться графика проектных работ, а не откладывать их на месяцы по разным причинам, сказал он. По словам Кувшинова, разрабатывать и реализовывать проекты должна команда профессионалов, а не людей с улицы. А принимать опыт соседних территорий, безусловно, стоит, но с умом. Мы мониторим проекты в части эффектов от их реализации, в части результатов. Эффекты возникают, бывают положительные эффекты в проектах, бывают нет. Бывают проекты, не достигают поставленных результатов. Мы используем данные по мониторингу проектов, по их результативности, эффективности, в том числе и на обучении. Рассказываем про положительные примеры, показываем примеры проектов, которые не достигли результатов, для того, чтобы учиться на выученных уроках и не повторять ошибки в будущем. Умение грамотно разрабатывать проекты очень важно для глав, поскольку каждому мэру предстоит защищать в правительстве стратегию развития своей территории на ближайшие 15 лет. Ольга Фролова при содействии Департамента информационной политики Свердловской области. Продолжение следует...